Дорога на Самару свободна, ремонт Южного моста окончен. К чемпионату мира с тахановскими темпами трамвайную линию к футбольному стадиону запустят точно в срок. Полководцы победы. В канун исторического парада в Куйбышеве в Самаре проходит выставка рисунков о Великой Отечественной войне. Две с половиной тысячи роллов для самарского герба. Повара соревнуются в кулинарном мастерстве. От портрета до пейзажа фото-выставка без цензуры «Фаториум-2017» изумила самарскую публику. События, которые ждали Южный мост, полностью открыт. Его ремонтировали 7 месяцев. Для водителя это было сложное время. Теперь многочасовые пробки позади. Подрядчик постарался и управился гораздо раньше срока. Работы были рассчитаны почти на два года. Успели в три с половиной раза быстрее. Поездкой с ветерком по обновленному мосту наслаждалась Лариса Шалафаст. Событие, которого ждали самарские водители, свершилось. Мост Южный путепровод «Аврора» полностью открытый для движения транспорта. Многие уже почувствовали разницу. Я живу в Южном городе. Когда мост сделали, в пробке стоял час. А сегодня, как открыли, минут 10-15 я уже в городе. Все очень хорошо. За семь месяцев на всем протяжении моста укрепили несущие конструкции, смонтировали деформационные швы, обновили систему освещения, уложили верхний слой асфальта повышенной прочности, уложили литой асфальтобетон в районе деформационных швов. На путепроводе также выполнены данные виды работ. Кроме того, обустроены лестничные сходы. Работы выполняются в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сроки ремонта, изначально рассчитанные на 21 месяц, скорректированы по инициативе главы города Олега Фурсова. С основным объемом по двухлетнему муниципальному контракту подрядчик справился почти в 3,5 раза быстрее. На всех этапах ремонта осуществляется ежесуточный контроль кураторами муниципального учреждения, дорожное хозяйство и городскими властями. Теперь движение по мосту полностью восстановлено и для городского общественного транспорта. Количество подвижного состава и интервалы движения сохранились. Теперь движение всего общественного транспорта будет осуществляться по ранее утвержденной схеме, то есть так, как они ходили до ремонта мостового сооружения, без разворота под вот этим мостом. И людям не нужно будет пешим ходом переходить как раз ремонтируемый участок. Не забыли и о пешеходах. Во время ремонта особое внимание уделили безопасности и предотвращению аварийных ситуаций. Теперь здесь установлены барьерные ограждения, которые в случае ЧП способны удержать транспорт практически любой массы. Рабочим на мосту остается сделать последние штрихи, нанести разметку и покрасить пролетные строения. А вот строительство трамвайной линии и пункта досмотра автомобиля идет по графику. Вся работа обещают выполнить строк. Глава города осмотрел стройплощадки важных объектов предстоящего Чемпионата мира по футболу. В том, что строители справляются со всеми задачами, убедился Андрей Горгуленко. Где-то там 25 октября мы приедем и видим с вами, что здесь все спланировано с инертными материалами и часть уже, наверное, на асфальтовых работах. Именно здесь, на пересечении Ракитовского шоссе и проспекта Карла Маркса, собираются расположить пункт досмотра грузовых автомобилей к Чемпионату мира. Эти 17 тысяч квадратных метров станут одной из важнейших точек для безопасности турнира. Там будут парковаться большегрузы, которые везут оборудование на стадион. И важно на дальних таких подступах проверять безопасность грузов и самого транспорта, которые будут приближаться и заезжать на саму площадку перед стадионом. Задача городских властей только подготовить саму площадку, заасфальтировать ее и подвести коммуникации. Сейчас грунт равняют и готовятся укладывать многослойный асфальтовый пирог. Все остальные работы будет производить оргкомитет ЧМ-2018. А вот где помощь не требуется, это на стройплощадке новой трамвайной линии, ведущей к стадиону Самара-Арена. После демонтажа мешающей постройки подрядчик снова набрал высокий темп работ. Небольшие проблемы создали локальные очистные сооружения, которые было решено поместить в середину трамвайного разворотного кольца, из-за чего его диаметр пришлось увеличить. Но строители справились с этой задачей и теперь продолжают спокойно прокладывать трамвайную линию. Закончат работы на объекте в срок в феврале-марте следующего года. Андрей Горгуленко, Григорий Пляшаков. События. В Самаре задержали подозреваемых в ограблении банков на 20 миллионов рублей. Все преступления совершались по одному сценарию. В банки врывались неизвестные в масках, угрожали предметами, похожими на оружие и похищали из КАЗ деньги. Были и жертвы. В середине сентября погиб охранник. 69-летний Петр Стрельцов пытался выбить из рук грабителя оружие резиновой дубинкой и в ответ получил две пули в живот и одну в руку. Скончался охранник в больнице после операции. По данному факту, Следственный комитет России по Самарской области завел уголовное дело по статье убийства. 17 октября при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии подозреваемых задержали. В гараже нашли целый арсенал оружия. Во время проведения обысковых мероприятий в гараже, который принадлежит одному из задержанных, было обнаружено большое количество огнестрельного оружия, среди которого автоматы, пистолеты, гранаты, большое количество боеприпасов, маски, которые, возможно, использовали во время совершения преступления. В настоящее время все подозреваемые задержаны по статье 91 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Следствие по делу продолжается. Россия не продолжает брать кредиты. Насколько увеличился объем займов по банковским картам с начала года, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте. Мировые цены на черное золото растут. За баррель марки Brent сегодня дают 58 долларов 20 центов. На валютном рынке снижение. Курс на 19 октября. Доллар 57 рублей 27 копеек. Евро 67 рублей 35 копеек. Золото стоит 2377 рублей. Серебро 31 рубль 54 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 57 рублей 47 копеек. Дороже всего продать за 56 рублей 97 копеек. Россияне продолжают набирать кредиты. Объем выданных займов по банковским картам с начала года вырос на 30%. С наступлением холодов в российских магазинах подорожали чай с вареньем. Сладкое лакомство прибавило в цене сразу 8%. Эксперты говорят все потому, что в этом году собрали небольшой урожай ягод. А черный чай подорожал на 3%. В Самаре на газон возле площади Славы потратят 11 миллионов рублей. Подрядчика определят в середине ноября. Он должен уложить на площади новый газон и установить систему автополива. На этом все. Удачи в делах. Долг платежом красен. В Самаре продолжается работа по повышению эффективности и использованию бюджетных средств. В Куйбышевском районе к недоимщикам относятся очень строго. До какого числа должны быть выплачены все долги, знает Андрей Горгуленко. Хочешь порядка, начни с себя и заплати долги. Особенно, когда дело касается земельных и имущественных налогов. Ведь процент с этих отчислений поступает в районный бюджет, что затем материализуется в чистые улицы, уютные детские площадки и ремонт квартальных дорог. В Куйбышевском районе постоянно проводят работу с недоимщиками, напоминая о том, что деньги пойдут на благо горожан. Мы к этому призываем, мы разъяснительные беседы с ними проводим. В компаниях информационных об этом говорят, да, люди должны платить налоги для своего же блага. У нас норматив 10% от земельного налога и 50% от имущественных налогов. Это поступает в бюджет Куйбышевского, внутриградского района. Все остальные остаются в городском уровне. То есть, получается, люди... Комиссии в Куйбышевском районе проводят регулярно. Эта встреча стала уже десятой. Всего для разъяснительных бесед уже пригласили представители 132 организаций и 266 физических лиц. Разговор с членами комиссии имеет свой результат. Большинство должников после этого, как минимум, частично возвращают сумму или выясняют настоящие причины образования задолженности. На сайте Федеральной налоговой службы находится интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», через который налогоплательщики могут узнать состояние расчетов с бюджетом, проконтролировать начисленные суммы, оплаченные суммы, проверить объекты налогообложений, которые за ними числятся. Эксперты напоминают, чтобы не возникало проблем, все начисления за 2016 год должны быть оплачены до 1 декабря. Если есть вопросы к налоговым инспекторам Куйбышевского района, их можно задать в дни открытых дверей 27 и 28 октября. А также в инспекции по будням с 9 до 18 часов, а по вторникам и четвергам до 20 часов. Андрей Горбуленко, Григорий Крешаков. События. Далее коротко о других событиях дня. Прокуратура ведет проверку по задержкам вылетов авиарейсов из аэропорта Курумыч. Задержки происходили с 14 по 16 октября и были вызваны поздней подачей самолетов. По данным надзорного ведомства, два из них принадлежат авиакомпании Оренбуржье. Они были задержаны менее чем на 3 часа. Также были задержаны два рейса авиакомпании Ютеер. Один более чем на 4 часа, а рейс, следовавший по маршруту Самар-Уфа, более чем на 10 часов. К подозрению в получении взятки задержан глава Нефтегорского района Владимир Корнев. Чиновник уже признал свою вину. Ему предъявлено обвинение. По версии следствия, 7 лет назад обвиняемый получил квартиру в Нефтегорске стоимостью более 700 тысяч рублей. За помощь коммерческой организации в получении разрешения на строительство. По данному факту возбуждено уголовное дело. В случае, если вина чиновника будет доказана, главе Нефтегорского района грозит до 10 лет лишения свободы. В помещении букмекерской конторы скрывалось подпольное казино. Силовики обнаружили в нем игровой аппарат. Контора располагалась в Самаре на улице Димитрово. По версии Стражей правопорядка за организацией горной деятельности стояла 24-летний администратор-кассир заведения. Ее задержали с поличным. Возбуждено уголовное дело. Жители Самары напишут большой этнографический диктант. Культурно-просветительская акция пройдет 3 ноября, накануне Дня народного единства. В этом году мероприятие получило статус международного. К его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. Стать участником диктанту могут все желающие. Итоги подведут 12 декабря, ко дню Конституции Российской Федерации. Продолжение следует... Демон с альтом в руках. Так называют всемирно известного дирижера и музыканта Юрия Башмета. В этом году камерному ансамблю солисты Москвы исполнилось четверть века. Настоящие ценители музыки отмечают высокий уровень мастерства. Как играют лучшие альтисты страны, услышал Даниил Лучко. Юрий Башмет наконец-то добрался до Самарской филармонии. Коллектив солисты Москвы празднует 25-летие. В честь этого ансамбль отправился в турне по городам, причем не только российским. Юрия Башмета называет русским Паганини и музыкальным демоном с альтом. Такое ощущение, как будто воздушная музыка, легкая, как окруженная. Настолько все в унисон, настолько все идеальное. Какое-то звучание, совершенно какое-то. В репертуаре солистов Москвы свыше 300 шедевров мировой классики. Для зрителей звучит кол нидрей Макса Бруха, для альта и струнных. Это такая молитва, которую читают в синагоге. Автор под впечатлением создал из него музыкальную композицию. Такое огромное удовольствие слушать мастеров высочайшего мирового уровня. Мне приятно, что в наш город, далеко не провинции с точки зрения приобщенности к музыкальной культуре, приезжают звезды такой величины. Поэтому это большая радость, большое удовольствие, большой праздник для всех любителей музыки. Народный артист и лауреат Государственной премии СССР Юрий Башмет выступал со всеми крупнейшими оркестрами мира. Маэстро возглавляет такие легендарные фестивали, как «Декабрьские вечера» и «Эльба». Юная поклонница Мария Волкогонова услышала мастера впервые по телевизору. Прямо на концерте дорисовывала портрет, подарила виртуозу и взяла автограф. Для маэстро 25 лет – это только расцвет коллектива. Взрослый уже, конечно, период, но такой расцвет еще, можно считать, и уже исполнилось. Мы весь сезон этому посвящали, и у нас огромный турне по России. Солисты Москвы известны по всему миру. Концерты транслировали такие ведущие радиостанции, как BBC и Радио Франц. В 2008 году коллектив единомышленников стал первым российским камерным ансамблем, который получил Грэмми за всю историю. Даниил Лучко, Станислав Левин. События. Награда от генерала в Самаре проходит выставка рисунков «Полководцы Победы». Сюжеты – самые разные портреты и батальные сцены. Авторы самых лучших работ получат от командующего парада памяти, который пройдет 7 ноября на площади Куйбышева, ценные подарки. Рисунки школьников оценила и Алина Чемерес. Монумент, слава и бесчисленное количество цветов у вечного огня. Дочь Елены Плотниковой Полина стала лауреатом конкурса «Полководцы Победы». Елена рассказывает, в семье есть свои герои, оба деда воевали. Говорит, рисунок ее дочери – дань памяти им и всем, кто в годы войны защищал страну. Мы с ней обсуждали, вспоминали, как мы ходили на Самарскую площадь 9 мая, как мы с ней ходили на парад, парад памяти мы участвовали. И у нас совместно, она сказала, меня впечатлило, когда много-много цветов паукового вечного огня, и мы решили с ней изобразить вот этот вот момент. Конкурс «Полководцы Победы» проводится в преддверии парада памяти и впервые на городском уровне. Свои рисунки на суд жюри представили более 300 школьников со всей Самары. Сюжеты самые разные. Портреты полководцев и ветеранов, картины боя и легендарное знамя Победы над Рейхстагом, а по соседству сцены мирного времени и семейного уюта. Очень грамотно, я считаю, очень сильно. Даже вот семилетний ребенок, я на выстике сейчас видел, очень хорошо нарисовал парад, и даже высказания мы помним, как уходили на фронт. Это живой пример патриотизма и героизма, доблести. Именно это знание, именно этот исторический кусочек мы должны передавать поколение к поколению, потому что он является предметом нашей гордости. Лауреатами становится 45 человек. Награды победители получают из рук командующего парадом памяти генерала-майора Александра Протченко. Не просто я генерал, а я и дедушка, и отец, поэтому у меня есть дети, есть внуки, поэтому я смотрю на них и сравниваю о том, что это наше поколение, наше поколение растущее. В преддверии парада 7 ноября в Самаре также проводятся конкурсы стихотворений, сочинений, агитбригад, школьных музеев и изданий. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Герб города на обед. Самарские повара выложили ролами знаменитую козу с короной на голубом фоне. Вышло 300 порций или 2500 кусочков. Как это было, увидела Мариана Мирная. Икра красная, черная, синяя, зеленая и желтая. Каждый цвет соответствует полотну герба Самары. 2500 кусочков повара приготовили буквально за час. Правильные руки надо. Сноровка, опыт, все. Главное технология. Если честно, я уже давно не крутил роллы, раньше работал, сейчас уже как бы немножко другими делами занимаюсь, соответственно, руки помнят. 36 самарских поваров приложили руки к созданию кулинарного шедевра. И если снаружи роллы сделаны в специальной цветовой гамме, то, выбирая начинку, повара применяли творческий подход. В ход шли копченый уголь, красная рыба и мясо краба. Это, во-первых, очень вкусно. Во-первых, очень вкусно. Соответственно, я не знаю, как объяснить, но мне кажется, что когда в Россию приходит что-то новенькое, то, соответственно, наш контингент, наши люди, им всегда будет новинка очень интересная, им это будет нравиться. И распробовав, конечно же, это очень вкусно, распробовав, они будут в восторге. Рецепт идеального японского ролла – свежая рыба, правильный рис и ловкие руки. Все остальное – фантазия повара. Говорят, что крутить роллы гораздо сложнее, чем это будет в стране, но в умелых руках, чтобы происходит быстро и качественно. Самое главное – это правильно уложить и тормовать рис. Мне это, к сожалению, сделать не доверили, но вот повар Никита подготовит мне сейчас всю эту подушку рисовую для того, чтобы я смогла уложить начинку. Ждем. Ну вот такой ролл от телекомпании «Самара ГИС» у меня получился. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Стать невидимкой, рисовать светом в областной библиотеке проходит фотовыставка «Фаториум-2017». Мастера показали работы, отображающие их внутренний мир. И за шесть фотографий можно рассказать историю. Тему продолжит Даниил Лучко. Фотографировать – это искусство. Искусство, которое требует профессиональных знаний. Выставить экспозицию, диафрагму, выдержку. Владимир фотографирует всю жизнь, со школы. Но работы выставляет семь лет. Чтобы поймать момент, использует хитрости. Главный трюк – слиться с толпой. Главное в уличной фотографии – это научиться раствориться в толпе, снимать не из-за угла, то есть это мое направление, да. Когда я снимаю, меня видят. И снимок получается таким образом, как будто меня нет. То есть я присутствую среди людей, я делаюсь невидимым, они мне начинают доверять. И тогда получаются интересные моменты изнутри жизни. Не подсмотренные из-за угла, а из центра событий, там, где они происходят. Более сотни работ – 19 мастеров. У каждого от одного до шести снимков разного формата. Своя авторская концепция. Один изображает фразу Шекспира «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры». Другой – контраст светлого и темного, теплого и холодного. Жанры фотографии тоже разные. Здесь есть уличные репортажные кадры, пейзажи и портреты. Красоту мира автор передает по-разному. Для меня фотографии – это способ выразить себя через светопись в кадре. Для меня окружающий мир – это частицы света, которые пересекаются в различных сочетаниях. Это просто достаточно необычно, когда ты постоянно общаешься с фотографами именно в профессиональной деятельности. То есть на концерт всегда под отчеты какие-то. Идет там с дежурной такой улыбочкой, профессиональной. А тут какая-то просто девушка совершенно летняя. Ну, как интересно я сказала. Ну, настоящая что ли. Выставка носит название «Фаториум» не случайно. Организаторы хотели вызвать ассоциацию пространства, как «Аквариум» или «Дельфинариум». Все фотографы – члены объединения «Союза журналистов». В следующем году юбилей – 10 лет. Цель экспозиции – отразить внутренний мир каждого автора. Это возможность проявить себя как новичку, так и мастеру. В принципе, отбора никакого не было. Никакой цензуры, так называемой. То есть это был свободный выбор каждого автора. В этом и ценность этого проекта. В программе проекта планируются творческие встречи с гуру фотодела. Такими, как Юрий Стрелец и Николай Федорин. Любой желающий может посетить выставку до 28 октября. Даниил Лычко, Станислав Левин. События. Слепой жребий теннисного Кубка Кремля в первом же раунде свел между собой спортсменок с Волжских берегов. Тольяттенко Дарья Касаткина против Анастасии Павлюченковой из Самары. Кто взял верх, расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские теннисистки сразились на Кубке Кремля. Лада прервала серию поражений в КХЛ. Крылья и Кубань рассудит Сухой. Самарские тэквондисты выявляли сильнейших. В Сызране сильнейшие спортсмены губернии разыграли награды чемпионата Самарской области по тэквондо WTF. Одним из самых увлекательных стал бой победителя недавно прошедшей 29-й Всемирной летней универсиады Бориса Краснова против своего одноклубника из Тольятти Ибрагима Довранова. Обладатель золотой награды международных студенческих спортивных соревнований в Тайбэе добавил в свою копилку очередную высшую награду чемпионата области в категории до 68 килограммов. В других весовых категориях победителями стали 5 самарских спортсменов и еще 3 представителя Тольятти. Все они будут включены в состав сборной Самарской области, а также получат право выступить на чемпионате России, который состоится в ноябре этого года в Ростове. Назначены арбитры на матче 19-го тура футбольного первенства России. Игру «Кубань-Крыльсоэтов», которая состоится в Краснодаре 21 октября, в 18 часов будет обслуживать следующая бригада арбитров. Алексей Сухой, Люберцы, Сергей Коруненко, Воронеж, Александр Чекалин, Воронеж, инспектор Сергей Фурса, Санкт-Петербург, делегат Яков Берегман, Москва. У Волжан при судействе Сухого не самая лучшая статистика. Команда провела две игры, одну из которых проиграла и один раз сыграла в ничью. В очередном матче КХЛ Тольяттинская «Лада» принимала на своем льду «Витязь» из Подольска. Обе команды неудачно выступают в последнее время. «Витязь» проиграл четыре предыдущих матча, «Лада» из семи последних встреч выиграла лишь две. Поэтому вопрос мотивации перед соперниками не стоял. Волжане начали матч активнее. Хозяева повели в счете после броска в дальнюю девятку в исполнении Дениса Зернова. Во втором периоде тольяттинцы продолжили нагнетать обстановку у ворот Бирюкова. У гостей тоже были моменты, особенно нелегко автозаводчанам пришлось в меньшинстве. Но «Обороны» и Александр Лазушин играли надежно. Затем клубы обменялись голами 2-1. В третьем периоде на льду пошла обоюдоострая борьба. Купка и «Витязя» в чужой зоне организовали быструю контратаку 3-1. За две с половиной минуты до окончания матча гости заменили воротаря шестым полевым игроком. Но изменить что-либо не смогли. Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина в двух партиях обыграла уроженку Самары Анастасию Павлюченкову на старте турнира Куба Кремля. 7-6, 6-1. Поединок продолжался 1 час 33 минуты. Касаткина выполнила 4 эйса, сделала 4 двойные ошибки и использовала 5 брейкпоинтов из семи. На счету Павлюченковой две подачи на вылет, две двойные и два реализованных брейкпоинта из шести. Следующей соперницей Касаткиной станет чешка Катаржина-Синякова, которая накануне разгромила хорватку Дону Векич, 6-2, 6-0. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова